Всем привет, с вами Юрок. Сегодня соберем две версии укороченной М-очки. Первую с глушителем, вторую с дольным тормозом-компенсатором. На мой субъективный взгляд, лучшее оружие патч 11.7 для ближних дистанций, а именно для карты с завода. Имеет прекрасные характеристики по эргономике, отдача и скорострельности. На экранах вы видите полностью разобранную версию М4.1, короткую и углушенную. И начнем слева направо. Глушитель продается у механика на короне. Очень короткий, поэтому на ступеньках не будет никаких проблем, вряд ли ствол будет часто задираться. При этом убирает вспышку, и это его преимущество. На ствол устанавливается пламя-гаситель, и на этот пламя-гаситель мы будем устанавливать сам глушитель, продается у механика на втором уровне. Газблок продается у миротворца на третьем уровне. Ствол 260 мм продается у миротворца на третьем уровне, также вы можете найти в рейде или на карте лаборатория. Сама штурмовая винтовка продается у миротворца на втором уровне, или вы можете найти в рейде. Это то, что осталось от нее. На самом деле все детали покупные. Это недостаток, потому что сборка дорогая. Труба-приклад продается у механика на короне. Приклад. Моя. Цвет может быть разный. Или находите в рейде, или же покупаете у лыжника или миротворца на третьем уровне. К этому прикладу продается тыльник у тех же торговцев на третьем уровне. Целик песочного цвета и мушка такого же цвета продается у механика на третьем уровне. Есть альтернатива, на втором они будут подешевле. Прицел. Устанавливайте тот, с которым вам комфортно играть. В моем случае мне подходит песочный голографический, продается он у механика на короне. Ресивер продается у миротворца на короне. Рукоятка заряжания раптор продается у механика на третьем уровне. Иногда перекупывают барыги и продают потом задорого на барахолке. Цевьё называется QD Rail для R15 10 дюймов. Укороченная версия, не перепутайте. Продается у лыжника на короне. Магазин А60 патронов меняется на бартер у миротворца на третьем уровне. Вы можете найти его в рейде, или же пойти на карту лаборатория, убивать рейдеров. Если вам повезет, то у них могут быть данные магазины. Пистолетная рукоятка Гралиес продается у миротворца на короне. Крепление 25 мм для установки фонарика. Продается у лыжника на первом уровне. На это крепление устанавливается фонарик Predator. Продается миротворца на третьем уровне или на 5C в рейде. Конечно, это дело каждого, ставить фонарик или нет, но на мой взгляд он помогает. Иногда в ближних боях вы можете ослепить, дезориентироваться к зави и за счет этого выиграть схватку. Направляющая МакПул 4.1. Продается у механика на втором уровне. На ней устанавливается тактическая рукоятка Зенит РК1. Минус 4% кодачи. Продается у лыжника на короне. Для наглядности соберем МКУ вручную. Рукоятка заряжения. Труба. На трубу ставим приклад. На приклад тыльник. Ресивер. На ресивер целик. Прицел. Мушку на цевьё. Устанавливаем ствол. На ствол вешается газблок. На газблок пламя-гаситель. На пламя-гаситель глушитель. Теперь цевьё вешаем. На цевьё направляющую. На направляющую тактическую рукоятку. И фонарик на крепление. И крепление уже на цевьё вешается. Также устанавливаем магазин. И последний штрих. Пистолетная рукоять. Сборка готова. Вторая версия отличается от первой только тем, что мы вместо дульного тормоза компенсатора устанавливаем дульное устройство Jailbreak. Продается у лыжника на короне. Устанавливается на цевьё Rail. И вместо глушителя мы устанавливаем дульный тормоз компенсатор Vendetta. Продается у механика на короне за евро. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставляйте свои комментарии и пожелания. На этом всё. Всем пока.